Всем привет! Сегодня у нас будет болталочка. Просто я хочу с вами без какой-то темы рассказать, эмоционально поделиться. Давно такого не было, потому что, знаете, сажусь под видео, у меня в голове крутятся какие-то темы или письма ваши, которые я обсуждаю в видео. Я съела, так отчеканила, видео засняла, а поговорить о душам, чем-то таком, поболтать на это время не остается, к сожалению. Так что сегодня будет сейчас такое видео, можете назад сейчас на паузу, кофеёк-чаёк налить. И вообще напишите в комментариях, что у вас такого интересного было в вашей жизни за последнюю неделю прошедшую, или как бы правильно сказать, что вас взбудоражила какая-то новость, ваши эмоциональные переживания. Сегодня я буду об этом рассказывать. Сразу тему, скажем так, затронем. Меня много раз спрашивали в комментариях по старым видео. Помните, я вам рассказывала про Таню из Мармариса, у которой муж болен рак. У меня спрашивали, как там результаты. Результаты есть, когда был сбор средств. И вообще огромное спасибо. Мне так приятно, что вы такие отзывчивые подписчики, которые всылали деньги. Вы очень сильно помогли Тане тогда с мужем её собрать средства на анализы дорогие, которые в Америку отправили. Там ещё целая-целая проблема была. Потом её карту заблокировало государство. Потому что, оказывается, сборы надо там регламентировать. Такая целая проблема была. В общем-то, всё равно, огромными нашими всеми усилиями, её мужу не так давно в конце лета делали операцию. Ему убрали наконец-то блазиастом, или как это называется. Короче, вот эту трубку, которая отводила вещества из желудка, зашили. Он пока что ещё дома. Не работает, конечно. Как работать после таких операций, такого состояния вообще. Но, тем не менее, я очень рада, что, понимаете, как я и говорила, вы можете помочь, чтобы её семья, её сын, Мелиха, которого зовут, сын этого мужчины, да, он видел своего папу, чтобы они были счастливыми. И, понимаете, отчасти я хочу сказать, что в начале года я снимала видео, были вот эти сборы, каждый помогал по-своему чему, я в том числе, как и вы, помогала ей. И, знаете, так приятно от того, что вот, да, тяжёлый год был, 20-й, но, блин, мне приятно от того, что, возможно, от какой-то нашей не только финансовой и моральной поддержки, ей очень много писали и продолжают писать. В Инстаграм у неё страничка есть. И мне приятно, что этот год семья заканчивает, понимаете, вместе. И плюс ещё такой хороший результат. У него такая сложная форма рака, но у него идёт лечение, и дай бог, всё будет у них хорошо, я очень сильно этого желаю. Ну, ещё, короче, молодцы. Я жду, когда у нас будет Новый год. У нас очень тёплый декабрь, очень, не знаю, где постучать. Походу, в этом году у нас Новый год будет без снега или в первых числах января. Ещё как бы не время, но именно градусы, последние дни дожди идут, но градусы высокие, поэтому на улице тепло даже за дождём. Мы вообще отопление фактически вообще не включаем. Что ещё? Ой, грустно, конечно, сидеть дома. Много планов у всех меняется. Я уже смотрю меню на новогодний стол. В Ютьюбе дофига видео появилось, я заметила, про новогодний стол, потому что в многих странах, и в России, в том числе и в Турции, закрываются рестораны. Короче, все будут готовить дома, отмечать дома. Поэтому очень много видео про готовку. Я сейчас подбираю днющу, чтобы приготовить. Сейчас особо желания нет. Ну, короче, ну что им придётся готовить? Ну, эх, я как это об этом подумаю. Обидно, что ребёнок остался, конечно, без новогодней ёлки, без праздника, без русской ёлки. Куда я хотела сводить, у нас каждый год русское сообщество организовывает ёлки в разных районах. Без ёлки турецкой даже на Новый год без концерта в садике. Ну, короче, блин, это очень обидно. Ну, а что делать, с другой стороны? Скорее бы, всё нафиг закончилось уже, и начался другой год. И мы бы в следующем году это всё, как бы сказать, настигли, нагнали, короче, и перегнали. Компенсировали, короче говоря, всё это. Что ещё? Очень грустно мне от обстановки в России, в частности, в Новосибирске, какая по пандемии. Это просто ужас, становится всё хуже и хуже с каждым разом. И у нас была запланирована поездка на весну, на лето туда надолго. Блин, ничего, я понимаю, что мы не поедем. Хотя, конечно, не закрыты пути и всё прочее. Просто страшно ехать. Вот реально страшно заболеть. И когда, блин, ты фиг доктора вызовешь, фиг лекарства где найдёшь. С ребёнком тем более страшно ехать. И мы хотели всей семьёй с мужем поехать, но мы, короче, походу не поедем. Просто, ну, нереально. Это очень грустно об этом рассуждать. Планы рушатся. И, в принципе, я думаю, что мы в этом году тоже в отпуск, в другую страну, куда-то, в принципе, за территорию страны мы навряд ли полетим. Если бы мы вдвоём летели, нам как-то ответственности меньше, попроще, да. Но так как ребёнок на руках и такая вот обстановка, навряд ли мы двинемся из страны в этом году, куда мы по стране. Конечно, будем путешествовать, но за границу вообще навряд ли. Я недавно слышала новость, что в Анкаре турецкий муж убил женщину, русскую, свою жену. Вот эту историю я вообще, конечно, офигела. Это кошмар, блин. К сожалению, эта тема домашнего насилия очень устраивает. Женщины опять уходят. В ноябре выходили на протесты, на демонстрации. Тема жёсткая здесь, понимаете. К сожалению, у многих в семьях вот это вот прикладывание рук – это нормально. Потому что рожают. Это я имею в виду, что такие семьи, где много там, ну, воспитания такое в семье, где много детей, за которыми родители не могут нормально посмотреть, детей своих там бьют, шлёпают и всё прочее. Но здесь вы видите, что это нормально. Многие в таких семьях живут. И про саму вот эту историю – это жесть. Девушка была всего лишь год замужем. Он её начал там бить. Конфликты у них были. Она выкладывала в интернете как бы крик о помощи, обращилась в полицию, подала на развод, ждала развода здесь. То есть обычный процессуальный вот этот момент идёт. Всё как надо шло. У неё были там фотки, доказательства, там лицо в крови. Он вообще избил по жести просто. Ну, зверь. У меня нет слов других, да? Ой. И вот ему запретили первым постановлением суда. Всё, короче, нормально было. Запретили приближаться к ней, как и должно. Но вот именно сколько вот эта бюрократия, затянутый временной процесс, по сути, унёс жизнь этой девушки. И муж её пришёл, типа, мириться или что, когда ему уже запретили с ней общаться и приближаться. В итоге он припёрся. И то дома её опять избил. Она опять подала в полицию. Избил по-страшному вообще. А потом, ну, полиция его там что-то задерживала, но в полицейском участке, там, типа, там, на месяц по страже его не взяли. Может, он штраф платил. Я не особо не в курсе этой всей деталях этой истории. Кто в курсе, напишите в комментариях. Но это страшно просто. И она просто, как бы, пропала. Соседи вызвали полицию из-за запаха в квартире. Труп, короче, да. И, как бы, не пойван, типа, не вор, идёт расследование. Но факт, девушка мертва в своей квартире. Типа, она шла, упала, об кафельный пол ударилась головой и умерла. И всё вокруг чисто было, ни побоев, ничего. Но, блин, этой дураку понятно, что тут один, как бы, скорее всего, я, как бы, не утверждаю. Это моё оценочное суждение, да, как модно говорить. Ну, короче, логично, да, что могло к этому привести. Тем более, он приходил на неё первый раз, когда он в последний раз избивал до этого. Нажимал на неё, типа, забираясь, вроде как, типа, чтобы она не разводилась с ним, что это АИП, позор и вся история. Что она глазки это очень придаёт активно. Что и правильно, это её единственная, блин, защита была. Он вообще её молча там прибил ещё раньше до этого. Но потом экспертизой нашли у неё под ногтями частички, фрагменты кожи, типа, ДНК. Ещё неизвестно, типа, какого-то человека. Ну, короче, борьба была однозначно. Но его так и не посадили, под стражу вроде не взяли. Ну, это жесть. Пришёл, моё мнение, да, походу, пришёл, просто грохнул и... Ну, это однозначно, человеку проблемы с головой. И я... Ну, просто у меня нет слова. Пожила всего лишь год, девушка. Мне несколько лет там она мучилась. Всё она правильно делала. Я имею в виду, что начала предавать это огласки, вот эта вся история. Начался этот процесс. Ну, блин, печально просто. Мне так грустно от этого, что... Этого вокруг нас очень много происходит, чего мы с вами не знаем, что за пределы квартир не выходят. И я призываю к тому, чтобы вы знали о том, что об этом надо кричать. Это единственное спасение вообще. И вообще надо загребаться и ехать к родителям, если есть возможность. От абьюзеров надо бежать. Не надо это терпеть. То, что вы терпите, это развязывают им руки. То, что они понимают, что ни черта за это не будет. Не делайте таких ошибок. Уж лучше... Я думаю, просто если бы она этому не придавала огласки, вообще молчала. Давно это же ещё произошло. Просто побаивался, побаивался. Ой, ладно, всё, короче. Кто в курсе, напишите в комментариях про эту историю. Побольше информации хотелось бы узнать. Это просто печально. Это ужасно. Давайте какую-нибудь, может быть, позитивную тему переведём. Как вы планируете наряжать, дома ёлки ставите. Нет, мы планируем ёлку. И я хочу розовую с серебряными шарами. Но не хочу нежно-розовую. Таких шаров что-то нигде найти не могу. Нашла только в Карфуре. Но в магазин пришла, а у них там нигде нет. Зашла в Карфур, у Гурме нет. Зашла на сайт. В рекламе есть. Открываю сайт, чтобы заказать. То есть в личный кабинет захожу. Та-дам! Типа закончилась продажа. Не то, что они закончились. Вообще типа продажи как бы есть, но нажать, положить в корзину, кликнуть нельзя. И изначально этих украшений, короче, не было. Они просто в рекламе их показали. Мне их очень сильно захотелось. И теперь я их пытаюсь везде в интернете. На Хэпси Борода каком-нибудь посмотрю. Ищу, короче говоря, везде эти украшения на ёлку. Если найду, то круто. Сегодня придётся фуксию покупать. Не очень хочу. Но ребёнок хочет, поэтому уж ладно. Какой-то мне хотел розовенькую, какую-то нежную ёлку. Ой. Не знаю. Какое-то у меня грустное стало настроение после последней темы, что я вам рассказывала. Ну, не на что есть. Такая жизнь. Лучше смотреть правде в глаза, да. Давайте немножко о карантине нашим расскажу. У нас по выходным продолжается карантин. То есть мы суббота-воскресенье. Магазины работают продуктовые до пяти вечера. Можно в шаговой доступности ходить, покупать продукты питания. Торговые центры всё закрыто. Просто покушать что-то, купить. Там Миграс, Карфорба, маленькие маркеты и так далее. Всё это работает. Поэтому не надо бежать, скупать продукты срочно. Готовиться к апокалипсису на выходных. Погода не очень дождливая этот уикенд, поэтому мы сидим дома и во двор особо даже не хочется выходить. Ну, ничего, короче, пересидим, переживём. Хотя бы оставили, слава богу, что с часа до четырёх с детьми можно на улицу выходить. Мы там гулять ходим, какие-то покупки делаем. Всё, что нужно нам, быт, короче, свой восстанавливаем. Пишите ваши комментарии под этим видео, делитесь им, ставьте лайки. Мне очень это приятно. Под видео всегда оставляю почту для ваших писем, для записи на психологические консультации по скайпу. Напишите в комментариях под этим видео сейчас, что у вас встрепенуло эмоционально, какие-то переживания вам дало из новостей в мире в последнее время. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.